Вас приветствовать сегодня вечером в нашем чате. Думаю, сегодняшний вечер вы проведете с пользой, потому что очень интересные темы, нужные на данный момент. ЛТО всегда тема нужная, и всегда нужно немножко в ней, ну, как говорится, всегда надо разобраться для себя один раз и постоянно даже прослушивая несколько вебинаров подряд и для себя определиться вообще вот эти все методы, все, что вам нужно будет для работы, выписать и просто применять в своей работе. Значит, дальше. Какие самые важные действия для роста в бизнесе с Арифлейм? Напишите, пожалуйста, в чате. Я подскажу, это три действия. Какие у нас самые важные три действия для работы в нашем проекте, именно в бизнесе компании Арифлейм? Вы пока пишите. Я буду продолжать. Значит, конечно, я подскажу это. Первое, мы пользуемся продукцией нашей классной, мы рекрутируем, и мы что еще делаем? Обучаемся, правда? Обучаемся. И это основная наша база действий, чтобы вы понимали, да, пользоваться, обучаться, приглашать, рекрутировать. Отлично. Да, девочки. Зачем нам пользоваться? Мы, наверное, объяснять никому не надо, потому что качественная, классная продукция, свой интернет-магазин, как же не пользоваться? Приглашать людей, понятно, потому что нам нужно развивать свой товароборот, вашего онлайн-магазина, и на любом уровне обучаться, на любом, потому что на любом уровне к нам приходят партнеры, и их тоже нужно обучать. Давайте разберемся. Мы работаем в компании Reflame. Все мы пришли сюда с какими-то своими целями. Но, может быть, многие из нас еще не разобрались, кто вы на самом деле в компании Reflame. Вы можете быть владельцем бизнеса, а можете быть пока разовым покупателем. Давайте немножко разберем, кто такой разовый покупатель и кто такой владелец бизнеса. Смотрите. Ну, я, в принципе, думаю, что тут более так менее понятно, да? Все люди, которые к нам сейчас пришли на вебинар, я думаю, что это кто? Владельцы своего бизнеса. Согласны со мной? Поставьте плюсики. Кто согласен? Потому что мы все пришли сюда зарабатывать, зарабатывать. Вот. А если вы просто именно разовый покупатель, ну, кто такой разовый покупатель? Это тот человек, который пришел просто на скидку, просто на подарки. И, в принципе, его все устраивает, понимаете? Он просто идет на подарки, что-то для себя покупает, что-то зарабатывает, и больше ему ничего не надо. И вот эта вот сумма денег, которые он здесь зарабатывает в эквиваленте подарков, это его устраивает. Поэтому я думаю, что мы с вами выбираем первый путь своего развития, да? Владелец бизнеса. Мы часто сталкиваемся с вами и с мнением людей, которые вот попадаются у нас на пути, да, что, чтобы построить бизнес в компании Reflame, нам нужно что делать? Продавать продукцию. Было такое у вас? Часто сталкиваетесь? Потому что все говорят, ой, там надо везде продавать, надо все, и все, и вот на этом идет такой большой стопор. И наша с вами задача – донести до людей вот именно то, чем мы здесь занимаемся, что это не личные продажи, и что мы покупаем только продукт для себя. И тем самым пользуемся продукцией, и ее просто рекламируем, рекламируем свои ощущения, продаем свои ощущения. Вот. И многие люди еще говорят, что мы вообще здесь влаживаем деньги, чтобы работать в компании Reflame, нам нужно влаживать кучу денег. Было такое у вас? Тоже ставьте, например, единички, у кого были такие возражения, что нужно влаживать, прежде чем работать в компании Reflame. Просто люди привыкли, понимаете? Люди так думают, потому что вот если они пошли в магазин, где-то в супермаркет, купили там себе зубную пасту, там, да, тушь, там, еще что-то для семьи, у них это как, знаете, как в порядке вещей пойти купить для себя, у них и деньги находятся, и последний день они за зубную пасту отдадут, да, в супермаркете. А здесь вот это для них просто новое, непривычное, поэтому наша с вами задача правильно, грамотно объяснить человеку, в чем заключается именно бизнес в компании Reflame. И еще хочу сказать, что вот, знаете, на таком примере хочу вам рассказать, насколько люди, вот и вы, чтобы вы понимали разницу, попросила вас, например, соседка, бабушка, купите ей хлеба. Вы пошли, купили ей хлеб в супермаркете, взяли же у нее денюжку ее, купили ей хлебушек, принесли просто домой, за ее же денюжки, даже доставку ей сделали, принесли домой, да. Что вы сделали? Вы же ей не продали этот хлеб? Вы же его не пекли, не делали, не влаживали сами туда ничего, да, именно, чтобы получился этот хлеб. Вы просто сделали что? Услугу, правильно, бабушки? Вы сделали услугу просто, оказали услугу. И вот то, что мы делаем с вами, мы тоже, мы не продаем, мы не влаживаем, мы просто оказываем услуги людям, даем качественный, классный товар по льготным скидкам, ценам. И наши с вами просто об этом говорить людям, люди просто этого не знают. Они просто привыкли к супермаркетам, к обычной своей жизни. Вот, значит, по поводу нашего интернет-магазина, что я хочу сказать. Вы владелец собственного интернет-магазина на базе сайта компании Reflame. И я хочу вас с этим поздравить. Почему? Потому что у вас есть скидка от 20% и более. У вас удобная и быстрая доставка товара вам. У вас 100% гарантия вашего товара, который мы получаем со склада компании. Мы знаем точно, что у нас нигде не будет подделки. Это просто 100% качество. Самые высокие технологии нашего продукта и самые модные тренды, чтобы вы понимали. И самое главное, о чём нужно говорить, что компания очень серьёзная, работает 100 учёных у неё, и есть исследовательский институт, именно исследования кожи. Это очень важно говорить, потому что люди тоже думают, Reflame, Reflame, понимаете? И для них это, ну, как обычное, какой-то вакцин или что-то такое, потому что они многого не знают. Каждый из вас имеет свой личный номер, свой личный пароль входа на сайт компании. И это очень важно. Мы являемся владельцами именно такого интернет-магазина, который, ну, можно так сказать, передать по наследству можно, развивать его, искать себе новых партнёров, развивать, делать товаробороты хорошие, обучать людей. И также наша с вами задача, вот именно всех своих людей, всё своё окружение, просто показать им выгоду именно в этом онлайн-магазине. Они скупляются и на Аликс-экспресс, ещё где-то, ещё что-то. Но почему бы не скупляться им в Reflame? Поэтому наша с вами задача показать выгоду покупок с нашим интернет-магазином. Тем самым у нас тогда с вами что вообразуется? Партнёрско-потребительская сеть, которая будет постоянно расширяться, и люди, которые к нам будут приходить, будут покупать, продавать, что хотят, а вы будете являться организатором всего этого процесса. Так, что ещё я хочу сказать? Чтобы ваш магазин развивался, вам нужно знать, что от чего он будет у вас развиваться? От того, что у вас должны быть товарообороты. А с чего состоит товарооборот вашего онлайн-магазина? Из личных товарооборотов ваших лояльных клиентов или потребителей. Поэтому очень важно понимать, чтобы ваши люди, которые к вам приходят в команду, люди ваши, которые у вас просто покупают, как можно больше, возможно, заказов делали через ваш интернет-магазин, потому что это будет выгодно и вам, и им, конечно, потому что они могут получать и подарки, и разные скидки, участвовать в акциях на получение подарков. То есть наша с вами цель – научить каждого пользоваться нашим продуктом. Но еще плюс к этому всему, хочу сказать, не просто пользоваться, а еще зарабатывать. Давайте же теперь поговорим, как же можно вообще создавать ЛТО. Напишите, пожалуйста, ну, троечки, у кого есть проблема в ЛТО, с ЛТО. Напишите, пожалуйста, троечки. А у кого все отлично, напишите десяточки. Троечка и десяточка. Наша цель – научиться каждому делать легко и просто ЛТО. Потому что весь товароборот вашего онлайн-магазина, он состоит из личных товароборотов, понимаете, всех ваших людей, которые к вам приходят в команду. Если они приходят работать, но не делают заказы, не покупают даже для себя ничего, вы понимаете, что никакого товароборота группового у вас не может сложиться. И компания вам не заплатит, ну, не за что вам платить, понимаете. Поэтому мы будем с вами учиться создавать ЛТО. Самое главное – нужно принять решение. Это все зависит от вас. Принятие решения, ну, это, знаете, это личное, личное дело каждого. Вы пришли сюда учиться, вы пришли сюда делать не только 20-30 баллов. Согласны со мной? Правильно? Ну, что такое 20-30 баллов? Здесь важно научиться 100 баллов, 150 и больше. Потому что чем больше товароборот, я еще раз делаю акцент, ваших клиентов, ваших партнеров под вами, в вашей команде, и ваш так же само, тем больше ваш товароборот, понимаете. И быстрее ваш доход будет идти, и быстрее вы будете двигаться по нашей ступенчике успеха. Если сначала у вас не получается, это не беда. Главное – желание и ваше принятое решение. Вот если вы пришли сюда работать и обучаться, значит, все получится. Вот. Значит, вы должны четко понимать, зачем вы сюда пришли, зачем вам это надо, понимаете. Но опять-таки здесь дело каждое. У каждого свое желание, у каждого своя цель, у каждого свое видение. Вы должны просто для себя понять, что вот мне это надо, и я это делаю. Я обучаюсь, я ищу выход, я достаю своего спонсора, задаю ему вопросы. Нет вопроса, ищем ответы из других каких-то источников. Но вы не должны сдаваться. Вы должны четко понимать, зачем вы здесь. Есть у вас другой вариант идти куда-то на работу? Я думаю, что сейчас, в данный момент, выхода никакого нет. Наш вариант самый лучший был всегда, и тем более сейчас. Вот. Дальше. Личное потребление. Конечно, личное потребление – это основа нашего бизнеса. Основа нашего бизнеса. Не перестану говорить. Важно самой научиться делать личный товар-ворот и обучать этому людей. Чтобы не было страха, чтобы не было, ну, таких, знаете, таких препятствий при слове ЛТО. Вот. Но ещё хочу сказать, очень важно здесь принципиально, вот, чтобы у вас такой, знаете, появился принцип такой в душе, для себя. Вот принципиально важно не покупать продукцию какую-то в других каких-то магазинах. То, что вам нужно. Вот принципиально, надо вам зубная паста? Купили здесь. Надо вам витамины? Купили здесь. Потому что вам за это ещё компания сделает возврат денег, кэшбэк. Поэтому очень важно работать в своё удовольствие, ещё хочу сказать, со своими принципами. Так, дальше, следующая у нас статья. Активная работа по организации совместных покупок. Конечно, активная работа и с каталогом, и с ссылками на каталог, и с различными площадками, но всё равно с распродажами, с акциями, с подарки компания вам дарит за это, и нашим консультантам, и клиентам. То есть важно вести активную работу с людьми. Не просто сидеть, ждать, что кто-то вот под вами есть 30 человек, и эти 30 человек сами по себе родятся, сделают по 100 баллов, и вы выйдете на уровень директора. Нет, дорогие мои, никто так не получится. И такая лафа, как говорится, не придёт никому, потому что работать нужно. Люди любят, чтобы им рассказывали, чтобы им напоминали, чтобы уделяли им время. Потому что если вы приучили, приручили, можно так сказать в кавычках, как обычно говорят, мы уже просто родные люди с этим человеком, который на вас пришёл и к вам доверился. Поэтому вы должны звонить, вы должны задружиться, вы должны постоянно не быть надоедливым, но вы должны постоянно быть, держать человека, своего клиента или консультанта в курсе всех событий, всех акций и подарков. Дальше. Ещё раз хочу сказать, мы не продаём, мы предлагаем свои услуги. Вот в этом должна быть для вас разница понятна, потому что продавать, это надо, знаете как, втюхивать где-то что-то, где-то, может быть, в чём-то обманывать людей, это же продажи. А здесь мы просто предлагаем свои услуги. И ещё можем дать много информации полезной для того, чтобы человек знал и захотел ещё больше тот продукт, который ему нужен. Дальше. Знание продукта. Обязательно вы должны знать продукт. Обязательно. Я хочу сказать своего примера, когда я пришла в компанию, я не знала продукт. И у меня появилась такая девушка, клиентка, такая ухоженная за собой, очень такая, ну такая, мне очень понравилась, думаю, ой, такая классная женщина. И она мне заказала очень много. Она мне заказала серию для мужа, для себя, для дочери. И вы знаете, когда она мне позвонила, сказала, Лена, я, конечно, хочу заказать много тебе всего, но мне, говорит, чего-то страшно, я, говорит, боюсь. Я боюсь, потому что, говорит, у меня у всех вот какая-то аллергия на какой-то может быть продукт. Я не знала, что делать, потому что только пришла в компанию. Я спросила у Светы, как же поступить мне? Врать нельзя, ни в коем случае говорить, что нет, всё классно, ничего там, знаете, у вас не высыпет, ни в коем случае так себя не ведите. Лучше, у нас есть справочник, лучше спросить, что, какой ингредиент, лучше узнать на данный момент. Я на свой момент дала справочник, принесла ей о продукции, где есть составы, количество ингредиентов, и вот она для себя выбрала всё, что ей было нужно. Я была очень счастлива от её заказа. Поэтому мне, знаете, ну, всегда, если вы будете знать продукцию, даже если не знаете, лучше спросите у вышестоящего спонсора своего, пусть он вам расскажет, подскажет, или дайте номер телефона этой девушке, чтобы мы могли пообщаться с ней, например. И тогда этот человек вам скажет огромное спасибо, сделает хороший заказ. И у вас тогда будет уверенность и в себе, и в спонсоре, и плюс ещё в продукте. Вот. Ну и последнее, не навязывать продукт другим. Я хочу так сказать. Многие люди, возможно, не знают Арифлейм, возможно, не любят Арифлейм, возможно, они никогда не пересекались с Арифлейм. Поэтому постоянно говорить, что давай, это классная косметика, классный продукт, давай, бери, как бы уговаривая, понимаете, ни в коем случае так не делайте. Во-первых, вы себя от него, вот этого клиента, от клиента оттолкнёте, потому что человек, ну, он просто не любит, когда такие люди навязчивые. Вы сами точно так же понимаете, когда вы заходите в магазин, в какой-то супермаркет, одежды там, или ещё какой-то, и было такое, у кого-то заходит, и к вам бежит уже какой-то менеджер и говорит, что вам подсказать, что вам подсказать. С другой стороны, это как слышится, что это навязчивость, правильно? И вы говорите, я посмотрю, если надо, я вам скажу. Было такое? Напишите, у кого было такое, чтобы подходил менеджер и прям по пятам за вами ходил. У меня такое было. А чувствуешь себя как будто ты обязан что-то купить. И вот после этого не хочется заходить в такие магазины. Поэтому не будьте никогда навязчивыми. Человек, который возле вас, он будет наблюдать за вами, он будет смотреть, чем вы пользуетесь, насколько вы выглядите лучше, насколько вы ухоженной, возможно, стали. Может быть, помолодели за какой-то определенный момент в жизни. Может быть, похудели, постройнели. А может быть, вы уже приехали, прийти на машине. И у человека тогда, возможно, ёкнет, и он скажет, там, Наташ, а чем ты занимаешься все-таки? Ну, расскажи мне, а чем ты пользуешься? И тогда клиент сам к вам придет и появится у вас именно в вашем списке знакомых. Так. Дальше я вам хочу сказать такой акцент. Первостепенная наша задача научиться делать 150 баллов в первые дни каталога. Это наш новый такой, это ваш новый навык, которому нужно обучиться. Потому что, если вы будете растягивать вот эти 150 баллов на целый каталог и делать 150 баллов в последний день каталога, когда же вы будете работать, когда же вы будете приглашать людей, когда же вы будете с ними общаться, проводить собеседование, сидеть, переписываться, дружить, задруживаться, понимаете, о чем я говорю? У вас в голове постоянно будет крутиться. Боже, я еще не сделала 150 баллов, а мне же надо. И вот просто не сможете тогда спокойно работать. Нужно просто в конце каталога предыдущего люди уже ваши знают новинки нового каталога, уже видели ваш новый каталог. И у вас уже на начало каталога следующего у вас уже создается заказик. Если вы в течение трех дней делаете заказ, вы просто две с половиной недели конкретно работаете в свое удовольствие и ни за что больше не думаете. Значит, но на начальном этапе хочу сказать, что вот эта ноша 150 баллов первые три дня, она такая неподъемная. Вот картинка такая, да, если взять вот эту девушку, она тянет там не знаю, сколько там килограмм этого дерева, вот, соломы или хворост, я не знаю, что она там тянет, но, во-первых, ее надо было как-то сложить, чтобы она не развалилась по дороге, правда? Как-то надо было подумать, сколько она будет километров идти, чтобы оно тоже не упало с нее, чтобы ей было удобно. Просто здесь это навык, навык, который придет к вам с опытом. Ваша задача просто, ну, не бояться вот этих ЛТО, потому что наша с вами задача главная самая рекрутировать, научиться рекрутировать, а опыт собирания заказов к вам придет по ходу вот этого вашего процесса работы, понимаете? Но вы не переживайте, что вы сейчас пришли и вы сделали только 20 баллов. Ничего страшного, у вас должно быть видение дальше, потому что 150 баллов, это не такие большие баллы, деньги, это не ваши деньги, вы можете взять то, что вам нужно, а все остальное сделают ваши друзья и соседи, как мы об этом поговорим сейчас чуть-чуть позже. Значит, и еще хочу сказать, что 150 баллов очень важны, потому что от этого зависит, как быстро вы будете расти. Потому что если вы, если вы пришли и работаете, что-то работаете и никак не можете научиться делать 150 баллов, понимаете, и у вас тогда получается такая вот такая депрессия, где-то у вас было такое, напишите пятерочку, у кого была депрессия, что вы не можете сделать 150 баллов, девочки, вот такое угнетение, такое вот вы сами себя жуете, сами себе что-то говорите, вот у меня не получается, наверное, это не моё. Вот было такое? Напишите. Даже можете написать «было», там пятёрочку не ставьте. Вот. Просто очень важно, да, понимаете, очень важно, чтобы вы понимали, главное – двигаться вперёд. Всё в процессе, вы не должны предавать свою мечту, вы не должны сдаваться, вы должны идти наперекор всему на свою цель. Вот. Дальше. Проблема в личных баллах находится в нашей голове. Правильно. Почему? Потому что мы думаем, что никто ничего не хочет, Арифлейм уже всем надоел, возможно. Вести Арифлейм, прямо Арифлейм, там на каждом шагу Арифлейм. Вот некоторые говорят, а вы задайте вопрос, а тебе сегодня уже сколько человек предложили Арифлейм посмотреть каталог или ссылку в Viber сбросили? Сколько человек? Мне, например, вообще за месяц никто не предложил Арифлейм. Понимаете? Даже в интернете, даже у меня 8 страничек рабочих, девочки, мне ни один человек не предложил вообще работу в Арифлейм. Понимаете? Есть такое, что предлагают, но вот в данный момент не предложили. Поэтому всё в нашей голове. Не переживайте. Надо просто потихонечку двигаться вперёд. Так, страшные цифры, 150 бонус баллов. Да, страшные, страшные, потому что для... Это прям, знаете, как... Ну всё, 150 баллов, это невозможно. Запомните, вы должны не закупать, а организовать эти 150 баллов. То есть вы организатор процесса. И вы можете вообще ничего не заказывать для себя, но вы должны научиться организовать вокруг себя вот эту покупку на 150 баллов. И всё. Просто сделать услугу своим близким, своим знакомым, своим друзьям, дать им качественный продукт, рассказать о каком-то классном, дать попробовать, подарить что-то классное, которое у них закончится через месяц, и снова ваша там кума запросит у вас эту тушь. То есть нужно, я дальше тоже хочу сказать, фишечки, делать классные такие подарочки. Значит, смотрите, зачем вам нужны 150 баллов? Вы должны чётко просто для себя понимать. Ну это такой как закон, потому что явно, что у наших новичков в голове ещё, возможно, какая-то каша. И вот ещё плавают они, 150 баллов надо, ключик, ключик. Мы всем говорим, что это ключик, ключик. Ну а ключик от чего? Ключик к чему? Возможно, ещё в голове у них такая путаница. Вот для начисления дохода. Это самый первый ключик, о котором мы говорим. 150 баллов – это если вы делаете весь товароборот, который под вами создаётся, весь товароборот причисляется вам как организатору. И вы имеете, можно сказать, 10% товароборота. Дальше. Условия для быстрого роста. Почему? Можно так? Я вам сейчас так скажу. Если вы пригласите 50 человек, которые будут делать 150 баллов, вы становитесь директором. Вы можете найти эти 50 человек, 3 своих подруг, друзей, знакомых, договориться, идти вместе в одну, как говорится, ногу в одном направлении. И 50 человек вместе с вами дадут вам директорский уровень. Но вы можете насобирать не 50 человек, как говорится, накалядовать, да, а 100 человек. 100 человек по 75 баллов, но каждый каталог. Поняли? Это чистая математика, девочки. Это чистая математика. Если вы хотите 50 баллов, просчитайте, сколько это будет человек. Понимаете? Просто это математика. Если 150 баллов, вы легко поднимаетесь по лестнице успеха. Вы легко помогаете, вы легко рассказываете, вы просто показываете свой результат. Дальше. Это фундамент того, что у вас бизнес будет развиваться легко и быстро. Вот я об этом вам и говорила. Вы легко выходите на уровень директора, и дальше развиваете своих партнеров. Люди так же само, как вы, повторяют, и так же само развивается быстрый ваш легкий бизнес. Под вами растут директора, и у вас прекрасная команда, структура. Конечно, может быть, на данный момент это все сложно представить. Это из области фантастики. Это очень красиво сказано, но это работает, и это есть. У Димы Шевчука, вот Лена, его супруга, она вышла за 4 каталога на уровень директора. У нее всего лишь в команде 50 человек. Вот. Дальше. Это условия для участия во многих акциях на получение различных подарков. Вы заметили, что если у нас ценные подарки, если у нас ценные призы, все у нас идет через ксерокопию паспорта, машины, вы понимаете, да, ноутбуки, телефоны там на получение, ну, поездки за границу. Куда бы вы ни, как говорится, не глянули, ну, лидер должен делать 150 баллов. Если это уже у нас есть спонсирование с другой страной, тогда там нужно 200 делать. Поэтому, если мы хотим работать, девочки, с другой страной, здесь по-любому нужно научиться делать 150 баллов. Дальше. Основной двигатель нашего бизнеса – это рекрутинг. Научитесь рекрутировать, а баллы в процессе делать научитесь. Это я вам уже сказала. Так, поехали дальше. Как же сделать 150 баллов легко и не страшно? Вот я вспомнила этот момент, когда тоже приходила, пришла только начинала, и вот страшно было. И как-то мы просчитали, что нужно вот разбить вот эти 150 баллов на каждый день каталога. Ну, тогда у нас было, я уже не помню, 150 баллов так и было, ну, факт, что я не собиралась идти на 150 баллов, я собирала заказы на подарки. И я разбивала именно, вот 100 баллов я разбивала точно. Вы знаете, вот посмотрите, делаем следующее, 50 баллов в неделю, 50 баллов делим на 7 дней, по 7 бонус баллов в день. Скажите, пожалуйста, как вам математика? Можно на 7 баллов накалядовать сегодня на улице, например, какую-то спонжика 2 или 3 спонжика классные, или вот еще там какую-то умывалочку класснючую, или крем для рук, который вы взяли с собой на площадку с ребенком, намазали им ручки, или показали тушь. Девчонки купила себе тушь классная, а сейчас она в скидке, думает, чей брат, чей еще себе взять, не знаю, может и вам надо, можете попробовать, накраситься и все такое. Поняли? Как бы здесь, здесь нельзя быть скромным, молчуном таким, вам надо рассказывать об этом. Мы продаем не продукт, мы продаем ощущения свои, ощущения, ваши эмоции, поэтому очень важно, очень важно делиться своими ощущениями. Вот. И смотрите, что у вас получается. Первая неделя 50 баллов. Вы нашли? Прекрасно. На вторую неделю то же самое. Вы можете даже в список себе людей написать, с кем вы можете пересекти, где специально пойти в тот магазин, где живет ваша подруга в другом крыле города, и встретиться с этой подругой, дать ей тот же кремик, тот же тушь или тот же каталог посмотреть. Она же знает, что вы в Арифлейн. Дальше. И на третьей неделе у вас то же самое повторяется. И получается всего лишь 150 бонус баллов. Легко и не страшно. Как вам такая математика? Кому нравится, ставьте 10. Да, был страх, что уже все все купили, и я хочу сказать, что это бывает даже каждый каталог, я хочу сказать, вначале. А потом понимаешь, что в принципе у всех людей что-то заканчивается, и ничего, все нормально. Так, дальше. Поехали. Способы организации ЛТО. Видите, сколько я написала? 13 штук. Сейчас мы их с вами потихонечку разберем. Значит, первое, самое основное, это мы с вами меняем магазин. То есть мы лично пользуемся, потому что нам за это платит компания. То есть мы являемся потребителями, лояльными клиентами компании и партнерами, так как мы не только покупаем, экономим, но мы, приглашая людей, еще и обучая их, развиваем онлайн-магазин и еще развиваем свой товарооборот. Дальше. Моем семью подруг кумовей. Значит, что для этого нужно, чтобы их помыть, покупать, там зубы им почистить? Что нужно? Нужно написать список своих кумовей, друзей. Они же знают вас вообще прекрасно. Вы легко можете им показать, дать попользоваться своим кремом, попользоваться, ну, я имею в виду уход девчонки, там, ночной, дневной уход, как-то, да, дать попробовать. Вот. Три семьи предостаточно для того, чтобы вот эти три семьи с вами скуплялись в вашем интернет-магазине. Ну, просто с ними нужно будет договориться. Как договориться, на следующем слайде. Дальше. Рассылка в личное сообщение. То есть вайбер, вот как предлагает всегда наша Света, в личку, потом созвон и выявление потребностей, выявление тех продуктов, которые человек заказал. Дальше. Есть еще такой момент, что можно сбрасывать много продуктов, наборы мы сбрасываем, да? А есть такой момент, вот я слушала, мне тоже понравился такой метод, предлагается один продукт, в личку, прям, пишите в личку, один продукт, расхваливаете его до такой степени, ну, все его плюсы наши, пять в одном, нашу тушь такая и такая, вот такая и такая, прямо собираю совместную покупку, уже десять, там, или там девять есть, десято не хватает. Если берем там, вот как помните, у нас была недавно в каталоге, если берешь, там, четыре, пятое будет в подарок за такую-то цену, просто вы делаете вот такой акцент на цену, и люди тогда обращают на это внимание, они хотят купить и дешевле, и еще классный продукт. И как уже до продажу использовать еще, когда человек вам скажет, да, мне нужно две туши закажи, например, да, вы тогда можете сделать еще до продажу, и порекомендовать уже набор, следом, который еще, может быть, ему пригодится, и что-то еще с распродажей, то есть это называется до продажа. И тогда вы можете собрать хороший заказик даже с одного человека. Дальше. То есть рассылка в личное сообщение, читайте, плюс обратная связь, и плюс до продажа. Дальше. Четвертое. Оставлять каталог там, где вы проходите вот в магазинах, где-то вы скупляетесь, хлеб. Вы прекрасно знаете, что эту женщину зовут там Мария Семеновна, или тетя Надя, или просто Лена. Вы легко можете сказать, Лен, я тебе дам каталог, завтра буду идти назад, заберу. Посмотри, если то-то понравится, я тебе помогу приобрести. Вы не навязчиво, вы у нее скупляетесь, вы у нее купили кусок колбасы, или пирожное купили. Почему бы ей не купить у вас тушь? Потому что ей некогда на работе с 8 до 9 вечера, а у нее тушь закончилась. А вы ей об этом напомните. Понимаете? Здесь нужно быть просто внимательным. Дальше. Обязательно отдать только в руки, не положить на прилавок, не просто кинуть там где-то, где она его забудет в коморке, а именно сказать, я даю тебе в руки, и завтра у тебя его заберу, потому что он у меня на вес золота. Это ваш магазин, который вы даете в руки под замок, и должны завтра будете забрать. Он денег стоит. Вот. Дальше. Дарить полезные подарки, угощать продукцией. Это то, что я говорила. Вы, когда идете на день рождения, что мы делаем? Я всегда говорю, а реформа – моя валюта. Нравится вам, не нравится? Это моя валюта. Я всегда дарю. Но я и хочу сказать, что все очень рады, потому что это качественный товар, и очень классная продукция. Поэтому сами они себе не купят, а подарками они очень любят получать от меня эту продукцию. Вот. Ну, много там что-то покупают, что-то не покупают, дорогостоящие, я имею в виду, может, что-то не купят. Вот. Дальше. Угощать продукцией – это то, что я говорила. Прям пришла, там сумочки достала. Вот, девчонки, хочу вас угостить. Намажьтесь, накрасьтесь, попробуйте. Вот я купила этот для бровей. Мне очень нравится. Вот вообще, например, я сейчас тоже открыла свою баночку именно по уходу за бровями, вот эту нашу классную штучку. Мне очень нравится. Я думала, что я темная, а брови черные. Думала, не подойдет. Прекрасно подошло. Поэтому все нужно пробовать, девчонки, все через пробу. Дальше. Создать продуктовую страничку в соцсетях. Это способ долгосрочный и затрачивает, конечно, ваше время еще дополнительно. Это о чем? О какой страничке я говорю? Это страничка-продавашка. В соцсетях, например, это не вайбер-группа, это просто продавашка. Знаете, продают, там все выставляется, выставляется, вот. И подписываетесь на людей, люди там остаются, кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то лайкает, кто-то пишет комменты, и кто-то заказывает. Вот. Но это очень долгий процесс. Это такая страничка на, ну, как вам сказать, на перспективу, когда там, может быть, будет не 100 человек, а человек 500 тысяч, а в подписчиках, там явно тогда будут у вас заказы. Со 100 человек, именно подписчиков, у вас заказов там еще не будет. Ну, это время. Вам надо на них тоже уделять время подписываться на этих людей. Дальше. Писать в личное сообщение предложение о дисконте и о продукте. То есть вы можете просто писать своим знакомым с города предложение не о работе, о дисконте, именно о дисконте, о продукте. Предлагать им тоже в личку эти наши классные продукты. Ну, это как вариант, как вариант. Здесь уже каждый должен сам себе смотреть, как кому будет удобно. Дальше. Продуктовое сообщество Viber Cosmetic. Это та продуктовая наша страничка в Viber, которая есть у нас, у всех лидеров, у всех наших партнеров, которые развиваются в проекте. Вот. Ну, опять-таки, обязательно здесь желательно развивать эту косметичку и устраивать у себя здесь розыгрыши, за определенные товары, за определенные суммы товаров дарить подарки, приглашать за определенные подарки, там количество, например, пригласи 10 человек, получи подарок. Ну, то есть в этих косметичках наших ну, бывает скучно. Ну, например, я тоже, я еще немножко для себя ее, ну, не развела, как, знаете, как хочу. И хочу тоже здесь запустить какие-то акции, пока она у меня такая информационная. Но я сколько вот смотрю и все питаю, вот как делают люди, но еще из себя не попробовала именно в розыгрышах в этих, именно в подарках. Поэтому все в перспективе, девочки, ваше желание. Дальше. Если в соцсетях работаете вы открыто, то есть у вас есть на страничке, что вы это Арифлейм, вы легко тогда можете выставлять продукцию в сториз. Какая-то акция, может быть, кто-то из того, кто просмотрит сториз, может у вас сделать заказ. Вот. Или использовать тактильную рекламу, если правильно я сказала. Значит, то есть вы можете накраситься и сказать, что сегодня я использовала классный такой продукт, помада вот такая вот мне нравится. Напишите, как вам цвет и подходит, не подходит. То есть люди пишут, общаются с вами и спрашивают, чем вы накрасились, что за помада, чем накрасили брови. И тогда, когда вы в личке уже с ними общаетесь, они могут вам тоже заказать. Дальше. Бартер по услугам. Я такое не слышала, но это очень мне понравилось, интересно. Значит, что, в чём это, как это всё работает. Мы все девочки, мы ходим, кто брови красит, кто наращивает реснички, кто делает маникюр, в основном все педикюр делают где-то в салонах, да, у своих девчонок. Вот. И вот опять-таки такой метод бартера. То есть вы можете договориться с мастером маникюра своего, чтобы я вам там принесу, ну, если вы уже в хороших отношениях, вы уже можете легко с этим человеком договориться. Я тебе принесу там, что тебе надо, я хочу тебе подарить, даже как подарить, бартер сделать, я тебе сделаю там тушь, например, или там что-то, вместо того, что заплатить за маникюр. Там 200 гривен, но я тебе сделаю подарок на 220, например, или там 240 с учетом каталожной цены, а вы же возьмете намного дешевле. Поняли, да? Но у вас, возможно, эта продукция есть где-то дома. Поэтому вот такой, как метод привлечения людей и распространения вашей продукции. Дальше. Живой каталог в организации. Я работаю вот таким методом. У меня, например, 300-500 баллов бывает легко именно путем такого метода. Потому что у меня, например, в больнице есть свой человек, есть в бухгалтерии, есть там в налоговой, есть в школе, есть, например, в садике. То есть есть в другом городе у меня забирают заказы, музыкальная школа там в Украинске, на шахте у меня есть. Это девушка. Вот просто они у меня забирают, я им по своей скидке отдаю. Они так хотят. Вот многие, некоторые, вот мало кто продает, чтобы какую-то копеечку заработать. А в основном я им дарю подарки за то, что они делают хорошие мне заказы. Дальше. Следующий такой момент. Кто говорит нет в переписке, то есть когда вы работаете с людьми в переписке в соцсетях, то после того, как они скажут, конкретно вам нет, я, например, тоже пытаюсь им их перевести в вайбер-группу и даю им ссылочку. Если вам интересно, можете добавиться. Некоторые добавляются, некоторые не добавляются, поэтому это тоже как вариант. И так же самое, если к вам пришли люди в партнеры, ну, как по каким-то семейным обстоятельствам, по каким-то своим жизненным проблемам, задачам, они уходят именно с партнеров, просто в консультанты и делают просто заказики, остаются у вас в группе и делают вам совместную покупку. Вот такие способы организации ЛТО. Напишите, пожалуйста, 11, кому было это полезно. Так, дальше. Хорошо. Значит, я там обещала вам текст, как говорить своим знакомым, друзьям по поводу нашей вот этой совместной покупки. Потом можете соскринить, вот, и попробовать использовать текст вот этот для своей работы. Ну, я его зачитаю быстренько. Я начала работать в Арифлейм, и мне нужна ваша помощь. Вы же все равно ходите в магазин и покупаете мыло, гели, шампунь, зубные пасты. Давайте вы теперь все это будете покупать у меня. Я буду вам отдавать всю продукцию по своей цене. Мне нужно делать баллы, чтобы получать доход. Вы не против? Хорошо. Я буду вам приносить каталог, а вы будете заказывать то, что вам нужно. Поддержите меня. Мне сейчас очень-очень это важно. А будет выгодно и вам, и мне. Поняли? Вот такая вот фишечка. Просто наши знакомые, наши друзья и люди близкие нам, они не могут нам отказать в помощи, понимаете? Потому что мы все, вот если вы просто прийдете и скажете, я пришла в Арифлейм, мне надо баллы, заказывай у меня, они могут вам просто сказать, нет, не хочу, зачем я пошла в Еву и купила, понимаете? А если вы вот так скажете, ну, поддержите меня, мне сейчас очень важно, мне так нужна помощь, просто покажите, что вы нуждаетесь просто в их помощи, понимаете? И я не думаю, что вам люди ваши откажут. У вас все получится, у вас будут отличные-отличные заказы. Вот. И еще такая рекомендация. Ведите учет любимых продуктов ваших клиентов. Знаете, какие продукты предпочитают ваши окружающие? Потому что пока человеку не скажешь, что есть его любимый продукт в скидке, он о нем может и не вспомнить. У меня такой есть момент. У меня есть девушка, которая покупает у меня всегда три туалетных воды Джордани Мэн. И всегда, вот когда в скидках эта вода, я всегда ей звоню. Она бывает даже берет наперед девочки, вот когда по 300, по 320 гривен, она у меня всегда берет. И она говорит, Лена, как хорошо, что ты у меня есть, потому что мои мужики, у нее два сына и муж, они любят только Джордани. Просто это the best вода, которая вот люксовая. Вот они там, у нее там свои какие-то воды, а именно вот этим, этот аромат, это просто их аромат шикарнейший, который она всегда у меня покупает. И как правильно использовать вот эту рекомендацию, я вам сейчас скажу. Когда вы общаетесь с людьми, вы спрашиваете, что вам нравится, где вообще, ну, многие вообще любят Лусию, вы знаете, вот, или Элви, вот такая вода, которую всегда все спрашивают. И бывает, они спрашивают, но нет в каталоге этой воды. Вы для себя заведите специальную страничку где-то в блокноте пожелания клиентов. Это у нас было раньше такое, это наш рабочий блокнот. И мы всегда туда писали пожелания клиентов. Там смягчающий средство ей надо. Нет в каталоге, например, крем для рук. Там вот у меня ждут вот этой серии. Короче, 150 миллилитров, там, ну, наборчик для всей семьи. Ждут этот наборчик. Потом меня ждут, например, что у меня еще там говорили. Ну, очень, потом вот эту синюю штушь, нашу пять в одном очень долго ждали. Вот эту синю-зеленую, которая сейчас в скидке 139, блин. Я просто говорю, туда прям пишите, пишите, пишите. И как только вы получаете заказик новый, с новым каталогом, вы прям открываете эту страничку и смотрите каталог. И вы видите, что у вас уже ползаказа собрано. Потому что у вас, ваши девчоночки, ждут все товары, которые уже в этом каталоге у вас придут. И поэтому сразу перезванивайте своим клиентам и говорите, в этом каталоге твоя любимая тушь. Такая-то цена. И все, все. И они говорят, заказывай, заказывай. И у вас уже будет собрана половина вашего 150 баллов заказа. Это такая рекомендация. Ну и, конечно, компания дает акции в подарок, в помощь. Подарки безупречно шикарные всегда. Поэтому воспользуйтесь всегда нашими акциями, пользуйтесь. На данный момент, последняя неделя, это шикарная неделя каталога нашего. Значит, если вы используете все моменты этих акций, вы порадуете своих клиентов, своих партнеров. Поэтому расскажите, сделайте рассылочки, покажите выгоду. 50 баллов всего лишь нужно сделать и получить сразу набор мед и молоко в подарок. Сахарный скраб и большая баночка 250 грамм молока и мед. И плюс еще в следующем каталоге очки шикарные. Я, например, очки не особо ношу так на глазах, но аксессуар очень красивый под мое платье желтое. Поэтому я уже примерила, мне очень понравилось. Вот. И хочу сказать, что вот распродажа недели. Здесь шикарные продукты, шикарные. Хочу сказать о моем любимом продукте. Это выравнивающая основа. Вот этот беленький тюбик. Очень мне нравится. Я хочу сказать, я наношу ее под тональную основу. И вот сколько мне делали комплиментов. Говорят, Лен, с чем ты мажешься, что у тебя такое ровное лицо? Это вот именно под низ обязательно выравнивающая основа. У кого лицо такое, знаете, неровненькое, рекомендую. Очень классная штучка. Ну, вообще у нас штучки все классные. Поэтому 50 баллов можно легко сделать и получить еще шикарные себе сумки классные. Вот. И тоже тренд нашего лета. Поэтому я вам что хочу сказать. Берите нашу продукцию, рекламируйте, просто показывайте. Вот продавайте свои ощущения. Продавайте вот все, что вы… Не продавайте продукт, продавайте вот именно свои ощущения. И я думаю, что у вас появятся клиенты.